Я живу в Люберцах, а через дорогу у меня Некрасовские бани, очень хорошие бани. Я туда льготный день, среда. Я туда приезжаю в 6 часов вечера, и мы до 10 паримся, там собираемся. Отставники, военные, все такое, чайок там, все такое. Приехал как-то я часа в 2, потому что у меня было мероприятие, какая-то съемка запланирована, вечером не получается. Приехал днем, раздеваюсь, значит, смотрю, два мужика сидят, одна бутылка пустая, другая начатая. Ну и на меня начали косяки такие кидают. Где-то что-то знакомое, слушай, где-то, о, Сталин, о, точно Сталин. Ну, короче, вычислили. Я пошел париться, они продолжили это дело. Проходит где-то полмесяца, опять меня не получается поехать вечером, опять я еду днем. Потом они опять сидят. Потом познакомились, это Борисович, командир эскадрильный, и второй летающий летчик Виктор. И они в это время приходят. Ну, я прихожу, раздеваюсь, говорю, о, привет, товарищ Сталин, слушай. В прошлый раз, говорю, мы с Борисовичем зашли еще в кафе, говорю, добавили. Я прихожу домой, моя кобра как понесла на меня, тебе нужна баня, тебе надо нажраться, как свиня. А я говорю, слышишь, ты не знаешь, с кем я хожу в баню. Она говорит, с кем? Со Сталином. А теща выходит из другой комнаты, я тебе говорила, что он допьется. Он скоро будет ходить с Путиным в баню. Звони, говорит, Дурку, потому что у него дело горячее. Я еле телефон, говорит, забрал, уже набирали номер, мне хотели отправить Дурку. Ну, я подписал фотографию, говорит, дай мне фотографию какую-то, я не могу доказать, что я за Сталином баню. Я фотографию подписал, значит, все, отдал. Теперь, говорит, вас по телевизору показывают, а я сидит, говорит, такая, довольна. Это наш знакомый Сталин, у меня фотография даже есть подписана. Ну, и дальше, как продолжение, да, я ездил на иглоукалывание, там меня спина, там, барахлит немножко, да. Ну, и такая, значит, врач, терапевт, ставит иголочки, Евгения Самуиловна. Ну, такая небольшого роста, старенькая женщина уже, вот. Ну, я ей рассказал эту историю, она так смеялась, говорит, слушай, надо хоть себе не попасть. Ну, как-то приезжаю, я восьмой, девятый раз, она, говорит, вот старая дура. Я говорю, что такое, Евгения Самуиловна? Ну, говорит, собрались, говорит, в это, где, начальник поликлиники, начальник отделения, говорит, все, совещание закончилось. А я говорю, ну ладно, я послал Сталина лечить. Они на меня все, говорят, раз, Евгения Самуиловна, мне кажется, пора на пенсию вам. Вы там Наполеона не лечите, что случается? Вот такие бывают из жизни анекдоты. Спасибо за внимание.